Чем запомнилось московское шоу Путина под названием 9 мая в прошлом году? Сравниваем с нынешним победобесием. Где же все-таки спрятаны легендарные сокровища наказного гетмана Полуботка? Почему посланные Петром Первым войска все перерыли, но ничего не нашли? И к чему приведет нынешняя война кремлевских башен? Это исторические факты. Мы рассказываем, что на самом деле из себя представляет русский мир. Здравствуйте. С креативом у нынешних кремлевских товарищей совсем беда. Создатели смыслов о деноцификации и демилитаризации, которые не поняли даже сами россияне, а также всех этих хлопков, перегруппировок на более выгодные позиции и прочие чуши, не могут порадовать население чем-то креативным. Вот и воруют по привычке чужие идеи. В данном конкретном случае, если употребить путинский новояз, то слямзили у Украины идею с парадом подбитой техники. Выглядит смешно, ведь смысл совсем не в железе, а в идее. У Украины она простая и понятная, со стебом. Хотели парад на Крещатике? Можно, но только так. А что хотели сказать в Кремле? Что у танка «Леопард» отличное дуло, и чтобы его согнуть, нужен огромный кран и болванка в несколько тонн? Но не судите их строго, как я уже сказал, с идеями у кремлевских пропагандистов совсем плохо. Достаточно вспомнить прошлогодний парад на Красной площади. И вот вам факты о той истории. Победобестие в России. Версия 2023 года. Еще не конец, но начало конца. Как россияне реагировали на бутафорский парад диктатора? Паркетные войска, паркетные генералы, паркетная армия. Почему Лукашенко был не в форме? Когда стареющий диктатор показывает определенные болезни, начинаются слухи о смерти. И почему шоу на Красной площади назвали окончательным завершением Советского Союза? Поздравляю вас с праздником! 9 мая 2023 года российский диктатор все-таки провел свой парад. Но это была скорее имитация, что он, Путин, не слаб и еще имеет какое-то влияние. Но получилось откровенно неубедительно. Бутафория проявлялась практически во всем. От единственного музейного танка, который показали россиянам. СТ-34 вы боевым знаменем 1-й гвардейской краснознаменной танковой армии. До так называемых ветеранов, возле которых сидел Путин. Они, как выяснилось, не имеют никакого отношения к войне с немецкими захватчиками. Очень символическая бутафория. Путин в окружении бывших КГБшников. Один воевал на Западной Украине против бандеровского подполья. Я думаю, это специально сделали. Другой вообще не участвовал в событиях Второй мировой, а воевал в Праге в 68-м году, когда они там подавляли Пражскую весну. Они там подавляли Пражскую весну, Пражскую революцию. Приезд на парад лидеров семи постсоветских стран россиянам продали как опровержение мифа о якобы международной изоляции Путина. Но на самом деле присутствие глав центрально-азиатских стран стало позорным унижением диктатора. Неизвестно, какие ресурсы задействовали в Кремле, чтобы они приехали в Москву. Во-вторых, россияне всегда считали эти национальности вторым сортом. Исполнился самый страшный сон любого русского ура-патриота, когда таджики, узбеки и казахи, по сути, живым щитом стали перед Россией, для того, чтобы не допустить, чтобы неизвестные дроны упали на Красную площадь именно в момент парада. Сами россияне, которым вместо построения успешной страны каждый год втюхивали масштабные парады, в 23-м разочаровались. На фоне поражений их армии в Украине население ждало диктатора ну хоть какой-то исторической речи. В такой ситуации, особенно когда война проигрывается, люди ждут от вождя какого-то чуда, что вот он должен что-то сделать и должен исправить ситуацию. Мы же в него так верим. Вот после его выступления он должен что-то анонсировать, какие-то меры объявить новые, какие-то шаги, маневры какие-то невиданные, какое-то супероружие. Но сенсации от Путина не дождались. Диктатор в сотый раз озвучил обвинения в сторону Запада, уже заученные россиянами на память. Западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество, провоцируют кровавые конфликты и перевороты. К тезису о бутафории в Москве добавились подозрения, что на параде присутствовал не Путин, а его двойник. И реалистичными эти слухи сделала таинственная болезнь Лукашенко. Он выглядел бледным и сидел на трибуне между так называемыми ветеранами с перекошенным лицом и перебинтованной рукой. Лукашенко, которого привыкли видеть бодрыми, который всегда рвался быть в центре внимания, на параде у Путина напоминал свою тень. С Красной площади даже не смог дойти до могилы неизвестного солдата для возложения цветов. Его на электрокаре довезли с парада, потому что, я так понимаю, не смог пройти несколько десятков метров. Он отказался от участия в праздничном завтраке, который Путин проводил для подсоветских лидеров и сразу вылетел в Минск. В Минске Лукашенко не выступал на торжествах. Вместо него говорил министр обороны, а самопровозглашенный президент с сыном Колей стоял в сторонке. Товарищ гонокомандующий вооруженными силами, позвольте по вашему поручению высказать позицию военных людей о неприходящем значении Великой Победы. Что было с Лукашенко стало едва ли не главным вопросом после путинского парада, несколько сместив кремлевские акценты. Белорусские источники говорят, что у Лукашенко ковид, еще и с гриппом в сложной форме. Именно эти слухи и породили еще один о двойнике Путина. Стал бы оригинал общаться с больным Лукашенко вот так непосредственно. Ведь всем известно, как Путин панически боится заболеть. Эксперты предполагают, что на параде мог быть двойник, а уже на праздничном завтраке, где Лукашенко не было, сам Путин. Похоже, все-таки да, на публике они могут использовать двойника Путина, а дальше уже двойника меняют на настоящего, в закрытом режиме, там, где уже надо лично пообщаться реальному Путину. Это предположение, безусловно, но аргументов для этого все больше и больше. Парад в Москве показал еще несколько знаковых сигналов. За победу! Ура! Внушенный Москвой миф о совместной и объединяющей победе на подсоветском пространстве, похоже, в 2023-м ушел в небытие. Президент Беларуси надел георгиевскую ленточку только при возложении цветов неизвестному солдату, и не более того. Казахи и президенты других стран просто отказались одевать эту ленточку, а президент Узбекистана демонстративно надел ленту в виде флага Узбекистана. Это завершение Советского Союза и всей той эпохи, которая связывала все эти страны. Это уже точно. С Днем Победы Путина не поздравил Си Цзиньпин. Учитывая важность церемониала в китайской дипломатии, это был очень серьезный сигнал, говорили эксперты. Похоже, что у Пекина и лично у Си Цзиньпина есть какие-то поводы для недовольства Путиным и действиями России. Вопрос чем? Вот у меня ощущение, что Путин ничего не выполнил из того, что он пообещал Си Цзиньпину во время визита китайского лидера в Москву. В то же время лидеры центрально-азиатских стран, которые были на параде в Москве, 16 мая поехали на саммит в Китай без Путина. И то, как живо Пекин распространяет свое влияние на Центральную Азию, еще один проигрыш кремлевского диктатора. Даже последние сателлиты, имевшиеся у Российской Федерации, я имею в виду прежде всего страны Центральной Азии, они начали смотреть и активно двигаться, дрейфовать в сторону Китая. Сам же Путин обрастает новыми фобиями. В 2023 году фактически запретил проводить в России начатые им же бессмертные полки, чтобы россияне не увидели те колоссальные потери, которые принесла война их диктатора. Пока вот эта идея большого числа потерь, значит, огромных потерь, понесенных в Украине, она существует, но как бы так сказать, подспудно. Официально она отрицается. Официально Минобороны, как последний раз полгода назад, объявили цифру, там 6 тысяч погибших, так вот с тех пор новых цифр не давали. И вот это вот то, что большое число потерь вдруг визуализируется в ходе официального мероприятия, ну как бы вот открывает шлюзы для того, чтобы, не боясь быть обвиненным в паникерстве и в клевете на армию говорить о больших потерях. А это диктатору совсем невыгодно, так как останавливать захватническую войну он не планирует. Они оказались в тупике. Выиграть не могут, проиграть не хотят, потому что это большой риск проиграть политически и потерять власть. А для них это просто смертельно опасно. И что делать? Поэтому остается только двигаться по инерции, другого выхода нет. Мы видим, так сказать, определенные признаки начала конца. Или, перефразируя Черчилля, это еще не конец, но начало конца. Сергей Кудимов. Исторические факты для телеканала Freedom. Легенда о сокровищах Полубодка. 22 мая 1723 года Петр I вызвал в Петербург наказного гетмана Павла Полубодка. Там его вскоре схватили и бросили в тюрьму по приказу царя, который обвинил украинского гетмана в антироссийской деятельности. Параллельно Петр отправил своих слуг обыскать имение Полубодка. Если вы думаете, что искали обличающие письма или что-то в этом роде, вы ошибаетесь. Петр I положил глаз на сокровища наказного гетмана, о которых уже тогда слагали легенды. Но драгоценностей во время обыска не нашли, и это породило немало легенд. Например, что золото Полубодка хранится в банке Англии, и вот уже 300 лет ждет наследника гетмана. Так где же спрятал свой клад Павел Полубодок? И какое сокровище он оставил на виду у всех? Исторические факты от Екатерины Павловской. Легенда о золоте Полубодка. Как возник самый знаменитый миф об основном сокровище наказного гетмана? Он мог договориться и спрятать часть своих денег. Действительно ли золото Полубодка до сих пор хранится в английском банке? Он, по сути, был очень успешный бизнесмен. За что Павла Полубодка уничтожил Петр Первый? Он начал очень рискованную политическую игру. И как его богатство искали советы и власть независимой Украины в 90-е? Удалось ли выйти хоть на какой-то след? Живописная панорама на реку Стрижень. За ней церковь и несколько построек 19 века. Когда-то на этом месте стояло роскошное имение Павла Полубодка в самом элитном районе Чернигово. За Стрижнем постепенно возник элитарный район усадьбы многих известных казацко-старшинских, а затем и дворянских семей. И именно здесь была и построена основная усадьба этой казацко-старшинской семьи. Сюда в 1724 году придут войска с приказом от Петра Первого все обыскать и найти знаменитое сокровище Полубодка. На тот момент их хозяин был схвачен и находился в тюрьме. Очевидно, если люди хотят надежно спрятать свои сокровища, то они, возможно, особенно если это большие деньги, например, могли создавать ложные тайники. Даже те же сплетни могли специально распространять, чтобы направить тех, кто за его сокровищами охотился, по ложному направлению. При обыске действительно многого не найдут. Так появятся слухи о золоте, спрятанном в тайных подземельях. И тот самый знаменитый миф. Появились вообще такие слухи и такая информация, что Павел Полубодок увез часть денег в Великобританию. Невысокая женщина, окруженная охраной. Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер приезжает в Киев в 90-м году. Тогда и вспомнят о золоте Полубодка, которое якобы хранится в Банке Англии. На основе тех, очевидно, документов, которые были накоплены в советские времена, уже перекочевали эти проблемы поисков 90-е годы 20-го века, в эпоху независимости Украины. Уже в независимой Украине создадут парламентский комитет во главе с академиком Петром Транько, который отправится в Англию в поисках мифического сокровища. Но найти его след не удастся. Возможно, потому, что золото не покидало пределов Украины и до сих пор спрятано где-то на родине Полубодка в Чернигове. За мной на этой красивой большой лужайке было здание, где проживал Павел Полубодок до того, как переехал застрижень. А этот дом был продан. Потомок известной и уважаемой семьи Павел Полубодок дослужился аж до звания полковника Черниговского полка. Но гетьмана Мазепу, выступившего против Петра Первого, он не поддержит, ведь с ним у его семьи был конфликт. После того, как власть перебрал в свои руки Иван Мазепа, семья Полубодка вместе с некоторыми друзьями оказалась в оппозиции и подверглась преследованиям. После разрушения Батурина он будет одним из претендентов на гетьманство. Но булава достанется Ивану Скоропадскому. Лишь после смерти Скоропадского Полубодок станет гетьманом. Правда, всего лишь наказным. Наказным гетьманом, то есть, как бы мы сегодня сказали, временно исполняющим обязанности гетьмана. Вот в таком статусе первого, но не совсем первого лица гетьмана. Но даже такой статус не мешал Павлу Полубодку, выражаясь современным языком, вести очень прибыльный бизнес. Основная его прибыль была эта рента земли. Он очень удачно покупал и продавал землю. Он получил от московской власти еще больше земли и открывал предприятия разного направления, которые тоже приносили прибыль. Он, по сути, был очень успешный бизнесмен. При этом наказной гетьман был настоящим государственным деятелем, патриотом своей страны. Он, как мог, отстаивал украинские вольности, сопротивляясь ползучей русификации. Да что, в конце концов, и поплатился. Он типичный представитель казацкого старшинского слоя. Как и его современники, он отстаивал автономный статус Украины в составе Российской империи. И вот на этой почве отстаивания прав и вольностей. Он и начал очень рискованную политическую игру. В мае 1723 года на казного гетьмана вместе со старшиной вызовут в Петербург. Там, по приказу Петра I, его вскоре арестуют за антироссийскую деятельность. По легенде, Полуботок догадывался, чем закончится визит к царю и спрятал свое золото накануне этой поездки. Первым обыскивать будут его имения в Чернигове. Вояки Петра I действительно могли искать золото наказного гетьмана здесь, в его усадьбе. Но эксперты говорят, это не единственное место, где он мог их спрятать. Во-первых, у гетьмана было не одно имение, а несколько. Во-вторых, стал ли он прятать там, где искать будут в первую очередь? Он мог договориться и вообще спрятать часть своих денег на территории усадьбы какого-то человека, который не родственник, но был очень хорошо с ним знаком. Которому он доверял и мог просто попросить спрятать. Такие случаи тоже были. Золото так и не нашли, но легенда веками будоражила умы кладоискателей. Особенно та, в которой мифическое сокровище хранится в банке Англии, и получить его может лишь наследник Полуботка. В Стародубе был съезд представителей семей, которые считали себя потомками Полуботка. Собрались там несколько десятков человек. Журналисты тогдашние писали, что преимущественно авантюристов, которые не могли даже доказать свое родственное происхождение, они создали рабочую группу, которой поручили продолжить поиски. Ну и на этом точка. Это был 1907 год. Спустя 15 лет объявился очередной родственник в посольстве Советской Украины в Вене. Он представится Остапом Полуботком, якобы приехавшим из Бразилии. Предложить совместно получить наследство. Советские чиновники всерьез восприняли это предложение. После установления советской власти где-то в 20-х годах сохранились сведения о том, что через официальные каналы обращались к правительству Великобритании. Ответ отрицательный. Возможно, Банк Англии – это и есть тот самый ложный путь, которому отправлял охотников за сокровищами на казной Гетьман. А на самом деле искать нужно совсем в другой стране. Известно, что Павел Полуботок имел тесные коммерческие торговые связи со странами Центральной и Западной Европы. В источниках есть упоминание, что со многими тамошними купцами и предпринимателями проводил значительные транзакции в тысячу злотых монет. Не исключено, что там, не обязательно в Великобритании, в других европейских странах или столицах могли на его счетах сохраниться средства. Мы не знаем, существовало ли вообще золото Полуботка, но даже легенда о сокровищах представляет большую ценность. С ее помощью вот уже 300 лет на казной Гетьман на слуху. А вместе с ним не только мифы о золоте, но и настоящая история того периода о борьбе за украинские вольности, о подлости Петра Первого, о отношении России к Украине. Катерина Павловская. Исторические факты. Царя посадили на трон. В России состоялась инаугурация Путина, и теперь диктатор с точки зрения российских законов официально стал хозяином Кремля на следующие шесть лет. Но самое интересное только начинается. Ведь согласно Конституции РФ, после инаугурации должно обновиться и российское правительство. И каждая группа влияния, так называемая башни Кремля, очень хотят отхватить от этого пирога кусок пожирнее. В авторитарных странах, таких как Россия, это означает, что нужно замочить других претендентов, чем они с удовольствием и занимаются. Алла Чиш проанализировала все факты, чтобы понять, каким последствиям может привести эта история. Удар по путинскому министру Шойгу. Под него копают очень усердно. Что означают аресты российских чиновников. Произошло то, что я называю мини-государственным переворотом. Действительно ли у Путина готовят замену Кадырову? И к чему могут привести разборки между кремлевскими башнями? В окружении Бункерного начались странные процессы. Арестованного за взяточничество заместителя министра обороны Тимура Иванова теперь уже якобы обвиняют в госизмене. Кресло зашаталось и под его шефом Шойгу. Говорят, это все выходки секретаря совбеза РФ Патрушева, серого кардинала, который отвечает за подковерные схемы Кремля. Кого еще он зачистит? И главное, ослабит ли вся эта грызня Путина? Тимур Иванов, уже сидящий в СИЗО Лефортова, одна из самых близких к Шойгу фигур в аппарате Минобороны Федерации. Иванов, Тимур Владимирович, не на причине, не заключение по стражу. А еще ключевой коррупционер этого аппарата. О роскошной гламурной жизни его семьи журналисты провели не одно расследование. Яхты, вертолеты, Сан-Тропе, Роллсо-Ройсы, бриллианты, вечеринки стоимостью десятки миллионов рублей. И на весь этот тяжелый люкс чиновник заработал тем, что курировал строительство Минобороны. В частности, и восстановление уничтоженного и захваченного Россией Мариуполя. Вообще, захваченные украинские территории стали для подобных Ивановых новым источником заоблачных доходов, которые, конечно, распределялись между всем руководством Федерации. Это золотое дно, потому что у российских чиновников есть замечательный и богатейший опыт Первой и Второй Чеченской войны, когда даже во время Первой Чеченской кампании какие-то безумные средства выделялись на постройку школ, больниц и так далее, которые никто не строил никогда. Но деньги списывали. Но если вы подумали, что заместителя министра обороны арестовали после обнародования деталей о роскошной жизни и бесконечных воежах в страны НАТО, где он тратил миллионы евро, то нет. Расследование команды Навального вышло еще в декабре 2022-го. Его коррупционное прошлое и настоящее, оно для кого никогда не было секретом. А вот то, что решили сейчас его не просто упаковать, но еще и обвинить, это говорит о том, что идет подкоп по цейку, под должность будущего министра обороны. Но интересная деталь. Среди близких друзей теперь уже опального чиновника был и путинский пресс-секретарь Песков. Говорят, он не пропускал вечеринок Иванова. Он, как выяснилось, не пропускает ни одного светского раута. А значит, все свидетельствует. Тимур Иванов по прозвищу Гламур был для Кремля своим человеком. Как вдруг подул ветер перемен. И, по мнению наших экспертов, в Лефортово от него ждут не просто чистосердечного признания. Его будут качать на то, что он должен рассказать, как Шойгу ворует деньги. Но это небольшой компромат. Все знают, что Шойгу живет не на трудовые доходы. Скорее всего, там попытаются рассматривать историю о нелояльности, что Шойгу, возможно, имел какие-то разговоры с олигархами. Не дай бог с американцами на тему устранения Путина от власти. Или после путинской России. И вот за государственную измену действительно могут серьезно расправиться с Шойгу и со всем его окружением. Насколько все серьезно, достаточно посмотреть, в чем Иванов пришел на заседание суда. Что называется при параде в погонах и с орденами. То есть из его задержания сделали показательный арест. А вслед за ним в СИЗО отправили еще и его друга и бизнес-партнера. А потом еще одного. И это уже не о привычной для России коррупции. А о чем-то большем. Недавние преданные чиновники Путина с высокой вероятностью получат волчий билет. И здесь интересно, кто за всем этим стоит. И для чего, или для кого расчищает дорогу. Месяц-полтора назад в России произошло то, что я называю мини-государственный переворот. В кавычках. По сути, группа Патрушева, курирующего ФСБшников и вообще силовиков, с одной стороны, и группа Чемезова, это Ростех, это все ВПК России, де-факто победила все остальные группы, которые находятся вокруг Путина. На сегодняшний момент навколо Путина. Все совпадает. Арестованный Иванов, несмотря на прочные позиции в правительстве, влиятельных покровителей и, как говорят, таланты мгновенно считать в уме суммы откатов, имел давние проблемы с ФСБ. Там якобы придерживали компромат на чиновника. И вот достали. Клан силовиков в последнее время был очень недоволен ростом влияния армии. В связи с чем и начал чистки. Причем это только верхушка айсберга. Далее будет. Может быть там перераспределение, например, в Генеральной прокуратуре. Могут там генпрокурора Краснова снять. Я не исключаю, что могут министра внутренних дел Колокольцева тоже сместить с должности. С мотивом не справился с Крокус Холлом, не смог предотвратить и так далее. Мы идем к тому, что ФСБ действительно усиливается очень сильно и занимает все ключевые позиции. Пока этого не произошло, но тенденция такова. Идеологом чисток и ключевой фигурой кремлевской группировки становится секретарь Соббеза России Патрушев. Судя по всему, теперь он определяет кадровую политику Кремля. Именно его группа после зачисток в аппарате начнет насаждать собственные правила. Группа Патрушева пытается построить не Андроповщину, построить такую историю, где силовики, ФСБ точнее, являются передовым отрядом Путина. И они начинают железной рукой наводить порядок. Конечно, ни о какой борьбе с коррупцией речь не идет. Начинается большая замена людей, сидящих на потоках. И теперь обязательно во всех потоках будут участвовать и ФСБшники. Впрочем, гегемония силовиков не окончательна. И несмотря на усиление линии пропутинской ФСБ, война кремлевских башен продолжается. Башнями в России называют властные монолитные группы, являющиеся выгодополучателями от государственных решений. Именно они и распиливают государственные миллиарды по собственным кошелькам и постоянно борются за влияние на вождя. Путин в этих войнах выступает арбитром. То там Чемизов был на самом верху, и все искали его дружбу. То потом он почувствовал, что под ним начала несколько выбирать почвы, и он начал уже искать союзников. То там возвысился Сечин, то возвысился еще кто-то. То там потерял берега золота. Путин сделал так, чтобы из его ручного управления система кланов, вот этих вот гербаничек России, она сожрет друг друга. То есть он сделал на себя роль усмирителя излишних амбиций и аппетитов. Количество таких групп в последнее время неуклонно уменьшается, словно в стихотворении из романа Агаты Кристи. Пять негритей от судейства учинили. Засудили одного, осталось их четыре. Четыре негритенка пошли купаться в море. Один попался на приманку, их осталось трое. Башни Кремля это шесть штук, пять на сегодняшний день. Это силовики, Ростех, это группа Роснефти, которая превратилась в ресурсную базу. Это группа Газпрома или Газовиков, которая превратилась в ресурсную базу. Это группа, которую можно условно назвать технократами. Мишустин, Кириенко, Набиулина. Сейчас она фактически растворилась. Ну и когда-то была группа семьи Ельцина. Она фактически уничтожена. Поэтому сейчас место под солнцем расчищают те, у кого есть силовики. А традиционной войны башен, которая была в путинском окружении раньше, уже нет. Это Министерство обороны, это Росгвардия, ФСБ, Министерство внутренних дел. Кто контролирует все эти силы и органы, тот и будет навязывать войну с такими захватническими действиями в отношении других высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации. А еще по странному стечению обстоятельств перед арестом Иванова всплывает информация о еще одной замене преданного прислужника Путина Кадырова, которому якобы готовят преемника. Руководитель Чечни тужится в качалке, чтобы доказать, у него нет тяжелой болезни, о которой написала новая газета «Европа». Слухи о плохом физическом состоянии Кадырова ходят уже несколько лет, но он до сих пор жив и весьма упитан. Впрочем, даже со смертельной болезнью Кадыров может быть у власти годами, если не десятилетиями. Но российские либеральные медиа запускают версию о предполагаемом преемнике – Апти Алаудинове. Апти Алаудинов, который по уши замаран в украинской крови, в чеченской крови, это человек, который служил России верой и правдой настолько, что, наверное, он является единственным мире чеченцем, о котором Стрелков Игорь отозвался крайне положительным. Как бы там ни было, если информация о неспособности Кадырова управлять Чечнёй – это слив из кремлёвских башен, он также может свидетельствовать о начале зачистки. Это если по-пиратски это не чёрная метка, а серая. О том, что если ты до конца не понял, что правила поменялись, мы тебе говорим – правила поменялись. Раньше Кадыров мог абсолютно всё. Его все боялись. И его роль была в том, чтобы он удерживал Северный Кавказ в обмен на эту вседозволенность. По состоянию на сейчас ему сказали – вседозволенности больше не будет. Российский оппозиционный журналист кавказского происхождения Магомед Тариев тоже не исключает. Кремль рассматривает замену. Среди наиболее обсуждаемых называют ещё две фамилии. Магомед Даудов, представитель парламента. Тот же Адам Демельханов. Вы его видели. Это человек, который бегал по Мариуполю, устраивал эти все цирки. Впереди оператора. Они за ним бегут и зачищают в уничтоженном Мариуполе подвалы. Они все и военные, и криминальные преступники, на которых просто клейма оставить негде. Они прекрасно знают о том, что они все натворили. И поэтому они будут выполнять любой приказ Кремля, даже если это будет приказ об их собственной ликвидации. Но кто бы ни стал преемником, во время правления Путина он, безусловно, будет марионеткой Кремля. Если всё-таки сейчас побеждает в аппаратной борьбе ФСБшная линия, то я уверен, что Кадырова будут съедать, задержат его или дождутся его смерти. Но, скорее всего, после него будет кто-то или из Москвы направлен, какой-то генерал-губернатор, или кто-то из местных, но максимально приближённый и лояльный именно к ФСБшникам. По итогу, увеличение влияния силовиков в российской власти – это не слишком хороший сигнал для нас. Эти люди заинтересованы в продолжении войны против Украины. Ведь война – это их заработок. В России нет голубей и ястребов. Есть только ястребы и супер-ястребы. И вот группа супер-ястребов, которая, в принципе, передавала предыдущую линию, которая была и вашим, и нашим. С одной стороны, якобы немного о переговорах, о смягчении ситуации, заигрывании с Западом, а с другой стороны – о захвате всей Украины. В то же время есть надежда, что вся эта грязня таки ослабит Путина. Очевидно, что ФСБшники стремятся к безграничной власти. И против этого могут восстать российские элиты, которые отлучили от кормушки. Это были исторические факты о том, что скрывает русский мир. С вами была команда ICTV и Сергей Кудимов. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова